Всем привет! Вы на канале Мурмял и у нас сегодня уже седьмая серия Tomb Raider. Кому интересно, усаживайся поудобнее и поехали смотреть. Итак, в этой серии мы будем исследовать долину и готовиться к бою. Давайте посмотрим, что тут нас ждет. Как всегда ящик, вскрываем и смотрим. Ух ты, деталь пистолета, пулемета, два из четырех. Отлично. Так, они тут работают, давайте свое будем смотреть. Действительно, ваза красивая была в свое время. Жаль, что ее так дырявили. Это могло бы быть реально в музее истории. Дальше посмотрим. Ага, нам в ту сторону. Разговаривайте, пошли дальше. Слушайте, их болтовню нам не к месту. Нам надо делать свои дела. Смотрите, курочка бежит. И что у нас? Немножко полазим по домикам, по собирам. Я думаю, жители будут не против. Ну вот тут вся деревушка прям готовится к войне, я так понимаю. Все бегают, нервничают, собирают. То наконечники, то вертолеты, то еще что-то. Что такое? Ух, кролик висит. Это ж кролик? Ну да, в принципе, ножки похожи на зайчика. Давайте им тиканем его. Ух ты, даже испытания прошли. Нам надо сбить всех кроликов. Ну ладно, по дороге, если будут эти кролики, будем обязательно сбивать. Да, все работают. Я так и не понимаю, куда мне идти, в какую сторону. Ага, в эту, по низу идем. Потому что подбежали к ней, а отвлеклись на кролика и все, и пошли дальше. Прыгаем. Лара, прости, если Софья была не слишком приветлива. Ничего. Хорошо, что ты вступился за меня. Мои люди десятки лет сражались с чужаками. Привычки не изменишь в одночасье. Помоги нам с приготовлениями. Трудно, общее, благо отличный способ завоевать доверие. Посмотрим, что я смогу сделать. Так, получили мы тоже деталь для скользящей винтовки с затвором. Идем дальше. Такая зона, конечно, страшная. Все выгоревшее, разбитое. Явно тут было что-то неприятное. Ой, прыгать надо, а не залазить обратно. Ты что, Вара? Ну, ну, ну. Мы идем. Скоро сюда нагрянет троица. Что это? Ага. Одно бревнышко собрали. Прям целое было событие. Так, олень даже бегает. Смотрите, мы только волков встречали и медведя. А теперь уже олень и зайчики тут. Значит, зона хорошая. Благоприятно, так сказать. О, а тут что за собрание? Они, скорее всего, нападут с воздуха. Яков собирает бойцов в верхней деревне, чтобы отвлечь их туда. Дети и старики спрячутся в катакомбах Акрополя. Когда здесь все закончим, я пойду туда. Ты сказала, они хорошо оружие. Ладно, пусть болтают. Давайте будем собирать все вокруг, пока они болтают. Две гаечки получили. Волна, что Лара уходит, но слушает при этом. Давай быстрее, пошли дальше. Патроны полные, это хорошо. Я так понимаю, нам дают много боеприпасов на случай того, что может быть реально сейчас активный бой. Наши бойцы рассредоточились по всей долине. Если зашешь огонь на сигнальной башне, то они поймут, что надвигается угроза. Делаю, что смогу. Как огонь загорится, они сообразят, что делать. Ну, поехали, значит, будем лезть на сигнальную башню, зажигать огонь на шпиль. Ух ты. Это будет, наверное, классный вид, потому что этот шпиль должен находиться очень высоко, чтобы его было видно с любой точки поселка, города и так далее. Боже, прикиньте, у нас уже почти седьмой уровень греческого языка. Последователи пророка бежали, но на них напали в Сирии. Так. А, нет, ошибочка. У нас не седьмой уровень, у нас почти третий, но при этом они нам предлагают читать Стеллы со седьмого уровня и мы будем понять, когда мы должны сюда приходить, чтобы прочитать седьмого уровня Стеллу и так дальше. Так, что тут? Надрезанная железная монета, согнутая в форме крюка. Может быть, гвоздодер такой? А какой это крюк? Это ж не крюк. Это просто выщерблена, так сказать, уголочек и все. Немножко пролетели низко. Что хочешь? Отстань. Мне сейчас надо на вышку залезть и зажечь там сигнальный огонь. Нашим нужна помощь, а бабка там какие-то сокровища хочет собирать. Фу, брысит сюда. Полезный. Я так понимаю, это та самая башня, на которой мы будем зажигать наш огонь. Ну, в принципе, да, тут все обрушено. Итого они предложили это все для Лары. Понимают, что Лара единственный человек, который это все может сделать. Полезли. И заодно будем любоваться красивыми видами. Ух ты, и сзади еще ледяки. Ух ты, шо. Падать нельзя. Допрыгнули, отлично. Думала, опять оборвемся, но нет. Немножко надежды на Лары не особо, так сказать, благоприятны, но надежда есть. Еще прыжок по этим стенам. Конечно, успевает Лена доставать наши вот эти крюки, но мы залазим выше и выше. Так, Ларочка, давай, немного осталось. Тут прям вообще уже капелюшечка. Управляемся. И вылазим. Все, вроде бы как на верхушке самое. Фляга с маслом. Я так понимаю, мы ей будем стрелять и пытаться поджигать. Да, стрелы с огнем делать, отлично. Промачивать будем, я так понимаю, стрелы в этом масле. Потом будем стрелять и поджигать. Ну, или поджигать и стрелять. Немножко не в ту сторону, в эту давай. А мы все выше и выше забираемся. Я думала, то уже конечная будет точка. А нет, смотрите. Еще выше есть заходы. А снизу красивая, конечно, сделана вода с этими ледниками. Так, выбираем огненную стрелу. Ну, давай. Вперед. Спасибо, Алара. Наши люди придумали. Теперь у них будет время отступить. Приходи в верхнюю деревню. Я собираю там бойцов. Хорошо. Ну, тут, в принципе, все. Что у нас тут еще? Нам надо теперь подготовиться к бою и встретиться с якобы. В верхней части деревни. Побежали, значит. Вот, как раз и канат будем цепляем. Ага, вон к низу. И полетели. Ну, давай. Пока нацелишься, наметишься, вечность проходит. Что же, прыгать разучивать? Свара, а ты шо? А как прыгать на нее? А, все. Я уже думала, это уже финальная точка. И нам отсюда не выбраться. О, сундучок. Опять какую-то детальку для оружия найдем. Да? Три из четырех. Еще одну деталь. И мы сможем сложить пистолет-пулемет. Ага, патрончики подбираем. Ух ты, пять штук. А где же мы их потратили? Я чуть не помню. Да, мы это сочетать не можем. Мы это уже помним. Мы подбежали на всякий случай. А мало ли. Здравствуйте. Привет. Побежали дальше. Якош, тебе летят вертолеты. Срочно сюда. Беги скорее. Ну, побежали. За баррикады. Бегом, бегом. Сдавайтесь немедленно. Иначе открываем огонь не зашли. Не ушел выше. На входе, все уже все вместе. И им будете убиты. Все. Судя по всему, Ларе придет сейчас конец. Надо активно действовать, потому что якобы там якобы уже пытаются убить, захватить. Смотрите, подпалили они всю деревню. Мы проходим по болоту. Хорошо, что тут есть такая вода зеленая. Где святой источник? Говори! Стой! Оставь их не надо! Где он? Стойте! Стойте! Есть карта! Атлас! Он укажет путь! Ладно. Говори, что там за Атлас. Отлично. Получили мы помповый дробовик. Тоже классная штука, я вам скажу. Убивает отлично. Так сказать, в первой пуле. Главное, правильно нацелиться. И смотрите, какая отдача. Человек, аж отлетает. Шикарно. Я люблю вот эти моменты играть в Ларе, где надо будет отстреливать вот этих бандитов. Это просто, я не знаю. Лучше, наверное, чем разгадывать загадки, разгадки вот эти все. А стрельба, это, конечно, эпический момент. Что это? Ага, повылазили еще. А что такое? Что за перезарядка? Я не могу понять. Ага, в первой поле не получилось. Значит, добиваем нашими крюками. И потом пушкой. Сразу двоих. Отлично. Кто-то кричит, прикройте меня. Такого уже прикрывать некого. Все. Это еще должен быть, потому что муж законапряженный остается. Ух ты. А это что за огненное чудесо? Я выдержу и пора. Смотрите, сколько мы уже патрон потратили, а я не могу никак его убить. Ты что? Еще подпаливают все вокруг. Плохо видно. Хорошо, что у меня собралось очень много листиков, и я могу немножко подлечиваться. Правда, я не знаю, где я буду брать патроны, когда они закончатся. Надеюсь, 11 штук хватит. Все. Немножко подбили его, что-то он покачнулся. Куда же ему стрелять, я не могу понять. Нашла куда, по баку. Точно. Смотрите, загорелся и взорвался. Мы отходим. Возвращайтесь за битвы. На нас напали местные. С ними Крофт. Есть потери. Кто погиб, кто бежал. Надо было ее убить. Твоих успехов особо незаметно. Возможно, ей удастся то, что не по силам тебе. Мне все по силам. Того и гляди, вмешается троица. А ты знаешь, что это значит. Я для них никто. Моя жизнь им безразлична. Мне нужна сила источника. И ты ее получишь. Не теряй веру, Анна. Такова Божья воля. Наш успех неизбежен. Пожалуйста, найди его. Мое время на исходе. Я так далеко зашел. Так много вынес. Эти преграды, что ты воздвиг на моем пути. Грехи, что заставил меня совершить на то. Должна быть причина. Только ты можешь показать мне путь. Даруй мне силу идти дальше ради нее. Ради тебя. Ради троицы. Прошу. Укажи мне путь. Что ж значит кровь? Держись. Держись. Прости. Мне жаль, что так случилось. Это наш путь. Наш долг никогда не был легким. Я понимаю, что значит терять близких. Троицы ведь не остановятся. Вряд ли. Силы у них достаточно. А Атлас? Это древняя карта старого города. Но в башне ее нет. Многие из наших живут в тех развалинах. Они будут не готовы к нападению. Я могу им помочь, Яков. Ты сделаешь это ради нас. Или ради своей цели. Сейчас это одно и то же. Я вернусь с подкреплением после того, как закончу с ранеными. Мне винты нужны. Что? Все, идем по тропе к башне. Немножко мы спасли эту деревню. Конечно, очень много потерпевших. Раненых. И пожара много. Неблагоприятная зона, конечно. Но главное, что живы остались. Это уже плюс. Что тут? Все, наконец-то мы разблокировали винтовку. Это тоже классно. Перышек немножко соберем. Нам на ту сторону. А ну, я тут пройду? Теоретически должна пройти. Но фактически на что не запрыгнула. Значит, попробуем обежать. Ух ты. Получилось. О, почитать можно. Требуется четвертый уровень. А что за подлянка? Да. У меня еще третьего нету. А может уже есть. Надо будет посмотреть, обратить на это внимание. Ого. Ты так, конечно, никогда не залезешь наверх. Все, побежали теперь уже. В тихой обстановочке наверх. Посмотрим, что там нас ждет. А вокруг ничего. Заходим. Ага, это у нас Акрополь. Сейчас попробуем добраться до него. Что-то пожар тоже. Или там кто-то ходит. Вроде никто не ходит. Курица только. Я же говорю, движение какое-то было замечено. Тут разгром. И твоих соплеменников не видно. Возможно, Софья увела их в катакомбы под башней. Но я потерял с ней связь. Ладно, я поищу ее там. Мы почти закончили эвакуацию раненых. Я скоро присоединюсь к тебе. Отлично. Мне еще не хватало в катакомбы под башню лезть. Ну, куда деваться. Раз уже дали такое задание, и Лара пообещала ему, значит придется это выполнять. Тем более, это главное задание, не какое-то там побочное. Держись ты шо. Осталось еще в водопад упасть и сплыть в самый низ поселка, потом опять возвращаться на эти башни. Куда ж мы тут ползем? Ага, на разрушенную лестницу. Не было бы на разрушенную, могли бы мы спокойно пройти. Так. Смотрите, птица летит. Класс. Мне такого еще не видела. В приближенной, как сказать, телезвук, мы увидели летящую птицу. Что за звон? Что будет происходить? Ух ты. Надеюсь, я не опоздал. Блин, было так солнечно, красиво, и начали лететь вертолеты, подняли эту пыль, шум. И стало ужасные виды ужасов. Боже, все село горит, смотрите. Патроны нам не надо. А сейчас целая. У кучи мертвых. О боже, нет. Теперь мы точно сюда не успели, потому что уже побывали. Эта троица тут навела очень много беды и шороха. Ну все, давайте разбираться, значит, с вами. Убивайте вы этих жителей, и буду убивать я вас теперь. Так, с кого начать? Давайте, раз, два, три, четыре, пять. Вышла Лара погулять. Будешь ты первый. А ты вот второй. Все. А дальше те, кто будет выбегать, уже будут постепенно убиваться. Но уже... О! Ты что, в кустах меня заметил? Говорят, что в кустах можно спрятаться. Как это? Они меня, смотрите, обстреливают. Ай-яй-яй-яй-яй. Так дело не пойдет. Иначе будем по одному выбивать. Будете подходить и будете получать. Что он так усердно стреляет, стоит? Я не могу понять, что за хардсила пришла. То они там, бараны, бегают, даже не подходят. А тут прям пришли табуном и стоят усердно стреляют. Даже без перезарядки. Это как? А ты вот стоишь, молодец. Не подходишь. Там он стоит где-то. А не, он подошел, конечно. Нам надо немного восстановиться. Восстановились, отлично. Теперь забираем все, все, все. Ничего тут не оставим. Ни какие патроны, ни какие плюшечки, пулочки и палочки. Все на свете. Все нам надо. Так, ты не солдат. Ты, к сожалению, мертвый житель, но... Будем дальше искать. Там что было, ладно. Думаю, бочка-то. Так. Лампочку можно бросить, поджечь что-то. Пускай горит. Горит сарай, пускай горит и хата. Сжигаем все. Вот там что-то было. Все. Значит, побежали дальше. Ух ты, дымовушка горит. Чего их тут так много разбросано? Мне это не нравится. Хорошо, что они хоть не взрываются, потому что было бы мало приятного, как нами не подорваться. Сюда? Нет, не сюда. Куда мне? Тоже все закрыто. Ага. Смотрите, они вниз прошли. Нет, да это не она. Вы ошиблись, а дорогой. Все. Вроде бы все. Думаю, там внутри еще будет их куча. Кучка мала. Что за взрыв? Они что, дальше шахты пробивают или что? Может, на них обрушиться может? Грибы тоже нам не надо. Ну все, идем вперед. Да, смотрите, они вроде бы не шахты пробивают, а сверху дырку делают. Я не могу понять. Спуститься не могу. А тут что за собрание анонимных алкоголиков. Давайте. Потихоньку выносим вас. Ух ты, такой смеленький. Ух ты, птичка подошла. Фу, крыса. Не хватает, ребята, крыс в игре Plague Tale. Кто смотрел мои прохождения, обязательно ставьте пальчик вверх. Пишите в комментариях, как вам эта игра. У меня она прям шикарно заходит. Вот эта озвучка этого фьюга была тоже шикарная. Кто не смотрел, обязательно переходите, посмотрите. Оно очень достойная игра. Так что крыс мне хватает там с головой. Тут мне не надо крысы. Мне достаточно тут волков, зайчиков, мишек, птичек. Живности, короче, оленей. Кот только нет. Крысы не хочу. Хватит. И змей не надо. Я очень боюсь змей. Так, а есть у нас кто любит змей? Расскажите. Хорошо, что вода смягчила падение. Ага, ходит. Но вовремя мы упали. Так сказать, заранее. Потому что если бы мы упали при них, когда они тут уже находились, то, конечно, было бы сразу фаталити. Я думаю, они бы застрелили. А так не успели. Ух ты, там какая-то дыра. А что тут? Ага. Проход дальше. Какой-то секретик. Пошли тихонечко, тихонечко. Кого убивать первым? Этого чи этого? Этот с руками вверх поднятый. Да, правильного мы убили, потому что у того руки вверх были подняты. Это не воин. Ублюдки. Развяжи меня. Я перебью их всех до одного. Успокойся, Софья. Столько крови пролилось. Столько наших погибло. Может, твое племя довольно настрадалось? Это всё, что мы знали. Я ошибалась в тебе, Лара. Скажи мне, чем вам помочь? Нужно отвезти остальных в укрытие. Но вход в катакомбы перекрыт. Я его расчищу. С тобой всё будет в порядке. Заперто с другой стороны. Ты не обязана была помогать. Я не забуду. Помоги, оставь. Я не могу открыть её отсюда. Она должна быть заблокирована с другой стороны. Тихо, тихо. Просто дыши. Всё, ломаем стену, идём дальше. Что тут нас дальше ждёт? Так понимаю, мы сейчас будем по этим всем катакомбам находить наших местных жителей, потому что их все сюда завели. И что-то от них требуют. Кстати, смотрите, мы изучили уже третий уровень языка у нас. Мы уже сможем читать больше стел, больше памятников. Конечно, получится. Так их убить надо или нет? Или это нормальные жители? Не могу понять. Я не разбираюсь. Объясните. Ух ты, разрывная. Всё, сделали мы стрелу, которая будет разрывать всё тут, уничтожать. Уничтожать. Сейчас попробуем. Давайте пособираем вокруг всё, что лежит. Так сказать, не приколото. Древний амулет в форме оленя, вырезанный из рога. Может, ценная вещь, а может, просто детская игрушка. Ну, красиво, я скажу вам, сделано. Сколько мы уже плюшечек собрали в этой серии? По-моему, аж три была у нас монетка, амулет. И кувшин, точно. Который они садили рассаду, продырявили его. Классная, вам скажу, серия, так сказать, водотворная. Так. Давайте разрывной стрелой. Правильно же или нет? А ну. Спасибо, Лара. Они пока укроются в катакомбах. Я знаю, что ты ищешь Святой Источник. Но мы скорее погибнем, чем отдадим его. Твои люди уже гибнут. Вы не сможете защищать его вечно. До сих пор удавалось. Но пока что я рада, что мы союзники. Они приближаются к башне. Там остались люди. Отведи остальных в укрытие. Помоги им. Все. Пошлите дальше. Будем потом создавать разрывные стрелы. Они нам, я думаю, пригодятся еще. И очень много. А теперь мы следуем вот этим плывающим опять в поселку. Где-то тут точно будут солдаты. Будем сейчас по дороге выносить их. Тут пятый уровень надо. Погрелись немножко. Идем дальше. Куда же все побежали, кстати? Что-то не убежали, а Лара осталась одна. Мне это не нравится, как всегда. Но с другой стороны, пускалучи не мешаются. Идут лечиться, прятаться. Сообщать всем местным жителям, что тут опасность или еще что-то. А Лара разберется сама. Думаю, Яков ему тоже. Ей тоже поможет. Разобраться. Так, медленно идешь. Это ужас. Папская булла. Печать для подтверждения подлинности документов. Должно быть, она крепилась к чему-то важному, вроде указа об отлучении от церкви. Тоже классная монета. Вернее, даже не монета, а печать. Ну, прикольно сделано. Так. Уже даже четвертая, так сказать, ценность мы на которую нашли в этой серии. Точно подотворная серия. Прям восхищаюсь. Что-то там надо взорвать. Нам надо стрелу взрывающую сделать, разрывную. У нас их две штуки есть. Ой, задача такая. Надо же подальше держаться. Что-то нас ждет. Сюрпризики или нет? Конечно, сюрпризики. Смотрите. Они убили нашего. Он такой довольный к нам бежал. Вот твари. Сейчас я вас всех тут перешмоляю. Так. Ты куда слазишь? Давай. Все. Все. сверху двое. Одного вижу, который лезет, а второй слышу, как стреляет. Какие настырные. Ей только. Я не знаю, что у них должно быть в голове, чтобы дальше нападать на мирных жителей этого поселка. Я понимаю, что они там хотят захватить тут родник целющий, но если его нету. Это все выдумка и миф. Ради чего они это все и сотворяют? Я не могу понять. Так. Нам надо выманить вертолет. Ух ты. Ну что, мы будем еще и на вертолете летать? Это было бы интересно посмотреть. Ну, я, конечно, сомневаюсь, что это будет, но я думаю, мы его выманим и попробуем взорвать, чтобы они дальше не могли лететь по своим плохим делам. Разрывной взорвали все. Классно назвали разрывная. Ничего не взрывчатка. Разрывная. Опять нашего убили. Что ж с тобой делать, а? Правильно, когда один наш стоит, а их тут десятками бегут, конечно, опасно. Что ты там разрывной кидаешься, а? Или взрывной? Так, подожди. Проходим, проходим. Пик урона получили, подлечились. Пробуем проходить дальше. Надо их проталкивать, потому что они будут мне бесконечно в эту яму взрывать. Проще всего кидать сверху бомбы, и она будет разрываться, и некуда будет отбежать. вот я уже вижу остатки, так сказать, вертолета, потому что лопасти крутятся, и всю пыль тут и подымают. Так. Держите бочку. Целый мост взорван. Классно. Я думаю, тут мы остановили этот поток бесконечный этих бандитов. И будем идти дальше. Где? Где он стреляет? Ты что, уже дальше? Я не вижу. Тут все в огне. Ага, вот и где. Я думаю, там прямо, а прямо в огне там и пройти некуда было бы. А они тут сбоку. Патроны, конечно, забираем, потому что тратим очень много. Бой напряженный. Нет, тебе прикрывать уже некому. Все. Сразу двое будет наказаны. Опять гранату кинули. Да что ж такое? Хорошо, хоть она не попала. Опять кидают. Что будешь делать? У меня перезарядка. Они кидают гранаты. Ну, как можно драться, скажите? Будем драться по-другому. Я стреляю, а вы спите. Вот это будет классно. Все. Давай. Выносим остатки роскоши. Что это было, Лара? Это было психоз. Так сказать, выплеснули мы свою негативную энергию. Теперь пошли дальше стрелять. Боже, там пули, смотрите, аж свистят над головой. Поток огромный. Подождите. Это может мои все-таки? Нет, убивать я не буду. Давайте поможем, пройдем туда, будем помогать им. Заодно по дороге будем собирать патроны, пули и все, что возможно и невозможно. Яков, кто уже наших взяла? Спасибо. Верхолеты скоро будут свадены сегаински. Они здесь подошли. сегаински. 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 Получилось. Лара, ты там? Троица занимает башню. Мы оказались в ловушке в катакомбах под ней. Боже, посмотрите, какие ребятки довольны побежали. Получилось взорвать этот вертолет. Радости сколько у них. Такие крики, возгласы довольны. Но сейчас неприятная ситуация. катакомбы завалены и надо будет спасти этих людишек. Потому что там им точно будет фатальная смерть. Ни воздуха, ничего там нет. И еще я не знаю, что эти чудики утворят с ними. Вроде бы отбили. Может они вылазят. Пошли дальше. Давай, проходи, проходи. А, нет, еще есть. Как чувствовала, честно. И они так еще выбегают настырные на ружье прям бегут. Ох, это со щитами. Эти мне не нравятся, кстати. Давайте разрывные не получается. Ммм, потратил антипотерят две разрывные стрелы. Ну что с тобой делать? Значит ядовитый. Бесполезно, честно. Значит бьем, нашей киркой. Все. До свидос. Идем дальше помогать ребятишкам заваленным в катакомбе. Стрелы собираем, потому что сейчас на разрывную мы будем очень много тратить стрел. я так понимаю, вот эти серии эпизодов будут собраны с вот этих взрывных стрел. Тут сидит кто-то. это отряд 5 мы направляемся в катакомбы. Нужно подкрепление. Они что, не видят, что я вышла? Серьезно, такая тишина, и не слышат, как вылез кто-то. Боже, какие странные. А тут слазит. Ого, подмога хорошая. Но что-то эта подмога не следит. А кто залазит, кто залазит. Не очень она какая-то активная. Давайте разнесем всех. Конечно разнесем. Ребятишки, вы что? Сколько вас там будет спускаться? А, подождите, главное, чтобы мне патрон хватило разнести. Разнести это я разнесу. У меня энтузиазма хоть отбавляй. А тут патрон конечно надо много. Пускай падают в эту ядовитую тучку и немножко отправляются. Будем потом легче нам убивать они будут с одной патрона. А сколько их будет лезть? Они бесконечные. Это что их? Штаб квартира или что? Я так понимаю я попала в самую точку этого эпицентра и тут тонны. И смотрите сколько их лезет бесконечные. И Лара одна отстреливает. Уже закончились оружия. Знаете что за снайперы побывали. класс. Шикарно. Просто шикарно. Почему одна Лара борется? Скажите. Каску снесли. Теперь легче будет убить. А вот эти щиты мне никогда не нравились. что уж очень они приятные неблагоприятные для убийства. Что с тобой делать? ты меня толкаешь? Вечно убери свои палки моталки щит давай давай как мужик с мужиком я правда не мужик но сойдем я как они ушли боюсь это еще только начало расскажи мне об этом месте ты заслужила право знать пойдем давным-давно пророк принес святой источник в эту долину и чтобы его защитить мои предки построили китиш для чего что такое святой источник яков реликвия давно забытых времен мы верим что он содержит частичку души бога по легенде те кто увидели источник обрели бессмертие но он всегда притягивал к себе алчных до его силы троица да они стремятся поработить весь мир с источником их солдаты станут неуязвимы тогда помоги мне найти его раньше них это не твое бремя еще как мое что из-за него я лишилась отца из-за него я лишилась отца я должна это сделать я должна это сделать ты проливала за нас кровь я хочу помочь ты знаешь где атлас в соборе в архивах под ним но идти придется одной но идти придется одной почему что там такое там иные бессмертные они убьют любого кто войдет отец отец верит что они остановят троицу я не могу рисковать я знаю вот возьми это поможет тебе добраться до собора все давайте будем на этом заканчивать нашу такую активную серию очень много мы нашли ценности много поубивали этих солдат а кому понравилось обязательно ставьте палец вверх пиши в комментариях подписывайся на канал всем до встречи всем пока с вами была ваша мурмел субтитры делал DimaTorzok